Эстонского композитора Пеет Тараваги отличает пристрастие к путешествиям в самые удаленные части света. Результатом поездок становятся новые музыкальные произведения. Последним был арктический концерт. Теперь же Пеет Тараваги предлагает перенестись в совершенно иную часть света. Новое произведение построено на африканском эпосе. Чтобы стать настоящими мужчинами, трое друзей обязаны совершить древний ритуал и окунуться в Страну Теней, богини знаний и золота Кайдеры. Увы, лишь один из них сумеет пройти все испытания. Так как произведение исполняется на языке оригинала, то есть в фуланском, то есть и рассказчик, разъясняющий публике происходящие события. В этой роли выступил популярный рок-исполнитель и победитель конкурса песни Евровидения Танель Падар. К счастью, для меня композитор не выдумал какой-то партии, и мне не надо состязаться с оперными певцами. Я просто рассказываю зрителю африканскую историю. Но быть на сцене вместе с таким большим оркестром уже очень эмоциональное впечатление, очень интересный вызов. Признаться, я давно уже не следил так тщательно за нотной партитурой. Своё произведение Пеет Тревеги начал писать два года назад, после поездки по 24 странам Западной Африки. Путешествие оказалось напряжённым и тяжёлым, но результат, безусловно, достойным внимания. Концертный зал Эстония давно уже не видел столь масштабного проекта. На сцене уместился лишь симфонический оркестр, а два хора поют на первом яросе. Всего занято 200 исполнителей. Я в первую очередь из африканской культуры не взял для этого сочинения в партитуру не так много мелодий и даже не народные песни, но в первую очередь текст. Эпический такой текст эпоса, который имеет очень глубокий такой этический нравственный смысл. Для того, чтобы воспроизвести знаменитую африканскую полиритмию, состав инструментов симфонического оркестра пришлось дополнить. На сцене стоят не только все ударные из классического набора, но и необычные инструменты из личной коллекции автора, дополненной новыми африканскими находками. Наиболее неожиданно смотится обычная железная бочка, для которой также написана своя партия. Петер Вяге был в Африке задолго до кризиса с потоком беженцев в Европу. Его произведение не несет никакого политического контекста. Однако теперь оно неизбежно воспринимается вином в более драматическом ключе. Всем нам предстоит понять, что казавшиеся столь далекими от нас проблемы черного континента вдруг стали и нашими. И нам стоит лучше понять совсем иную культуру и другой образ мышления. Премьеры пройдут завтра в Тарту, а в воскресенье в Таллине. Владимир Михалков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok